Ансамбль «Бажовские самоцветы» – настоящая визитная карточка Дома культуры поселка Бажова. Яркий и веселый коллектив, исполняющий народную музыку, здесь появился целых 30 лет назад. С того времени в ансамбле изменилось многое, начиная от руководителя и заканчивая названием. Раньше ансамбль был известен как «Играй гармонь». Неизменно остаются лишь результаты творческой работы. Они у «Бажовских самоцветов» только положительные. Коллектив регулярно становится призером областных и международных фестивалей, а в 1998 году он первым в Копейске получил звание народного. Все эти моменты истории с коллективом переживала Галина Зубова. Она поет в ансамбле с самого его основания. По словам Галины, за 30 лет «Бажовские самоцветы» стали для нее второй семьей. Я не хочу сказать, что основную, но большую часть жизни занимает занятие в коллективе «Бажовские самоцветы». Я люблю весь коллектив. Общаемся много. А когда поездки куда-то готовятся, то там у нас ежедневные занятия. Вторая семья, самая настоящая семья. «Бажовские самоцветы» и правда похожи на одну большую семью. Сейчас коллектив состоит из 13 человек самого разного возраста. Младшему участнику 21 год, а старшему 65. Друг с другом они встречаются практически ежедневно. Если не репетируют песни, то обязательно обсуждают визуальное оформление выступлений. Дело в том, что реквизиты костюма для своих номеров участники ансамбля готовят сами. Причем у каждого в коллективе своя обязанность. У меня кругожок прикладного творчества, поэтому все, что касается каких-то атрибутов, это вот, пожалуйста, это мы мастерим. Каждое наше выступление, это как театральное действие, где требуется очень много реквизита, атрибутов, поэтому коллектив очень прилагает много сил, и я в том числе. Интересные, красочные и практически театральные выступления в «Бажовских самоцветах» начали делать не так давно, после прихода в коллектив нового руководителя Елены Башлаковой. Мы уже, конечно, многое что попробовали, и народную стилизацию, и фольклорные произведения, и авторские произведения, ну и, конечно, что-то, чему-то отдать предпочтение я не могу. То есть, это настолько все обширно и любимо, что мы с удовольствием большим все это поем и практикуем. Елена в Доме культуры Бажова занимается руководством и еще одного коллектива – детского ансамбля «Народные песни Горенко». Своих детей и внуков на занятия туда приводят многие участники «Бажовских самоцветов», готовят подрастающее поколение. Так что можно быть уверенным, что ансамбль будет жить еще очень и очень долго. А пока посмотреть на творческие успехи народного коллектива можно в их юбилейном концерте, который уже в ближайшее время появится в эфире НСИД ТВ.